Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на своем авторском музыкально-аналитическом канале, где мы вместе учимся не только слушать музыку, но и понимать ее. Совсем недавно завершился 12 сезон шоу «Голос», в котором я принимал участие в группе поддержки. Очень скоро вы узнаете, кого я поддерживал на этом конкурсе. Я хочу с вами поделиться своими впечатлениями, а также объяснить причину, почему я не только больше не желаю участвовать в подобных шоу, но и не верю им от слова, наверное, вообще. Поэтому позвольте, сразу я вам преподнесу вишенку на торте. Вы услышите два одинаковых, казалось бы, фрагмента, но один будет до обработки звукорежиссерами и использованиями таких плагинов, как Melodyne или Autotune. И второй – это то, что вы слышали в трансляции, и почувствуете разницу. Давайте приступим. Главное, вы же супер спели, кстати. До обработки. Ну и второй вариант – тот, который вы уже, скорее всего, слышали. Ну, наверное, вы могли услышать большую разницу. Да, перед вами победитель этого шоу, и я не собираюсь в данном случае делать никаких личностных разборов или чего-либо подобного. Нам это интересно лишь только, как манипулируют нашим сознанием, как манипулируют нашими голосами и как манипулируют в целом нами на телевидении, в частности, в шоу-бизнесе. Увы, увы, это присутствует, и вы могли наглядно убедиться в этом. Первый фрагмент, который был до обработки Autotune или Melodyne, это как раз то, что проскочило в рекламе первого канала, как микрофрагмент из этого шоу, и дальше, соответственно, было то, что вы смогли услышать. Я думаю, вы почувствовали, какая разница между первым фрагментом и вторым. Комментировать, наверное, почти бесполезно, потому что в первом случае участник и победитель этого шоу очень плохо попадал в ноты, мазал, вот. И дальше он был выровнен уже при помощи технических средств. Это называется оптимизация звука. Ну, я думаю, что здесь же уже можно было бы и понять, почему я больше не особо хочу участвовать в подобных мероприятиях, поскольку я люблю достаточно честную игру, но здесь правила определенные были нарушены. Кстати, вы могли удивиться, как после вот такого выступления все четыре члена жюри радостно и с огромным воодушевлением повернулись к этому участнику. Я думаю, что вопросов здесь гораздо больше, чем ответов, а ответы более очевидны, чем могли бы быть на первый взгляд. Итак, я участвовал в группе поддержки совершенно замечательного музыканта Георгия Луценко. Он участник моего мужского хора, поэтому знаю я его очень хорошо, поэтому я и пошел его поддерживать. Вместе мы немножко готовились к этому событию морально. И, так сказать, технически. И сейчас я вам хочу поставить его выступление. Кстати, слава богу, что это выступление попало в эфир, поскольку некоторые выступления вообще не попали в эфир. Например, замечательное выступление певицы из Чечни Раяны, с которой мы даже в промежутках вот этого мероприятия подготовки к выступлению просто в комнате ожидания вместе попели. Вот пример. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Запись этого эфира происходила на Мосфильме, где когда-то я уже бывал и уже снимался в музыкальном фильме. Кстати, вот маленький фрагмент из него. Да, и вот этот маленький малец, кому Олег Басилашвили дергает ухо, это как раз я, но только 43 года назад на Мосфильме, в замечательном фильме «Смешные люди» по рассказам Чехова, которые снял замечательный режиссер Михаил Абрамович Швейцар, который был другом нашей семьи и часто посещал нас. И мой отец там был музыкальным консультантом как раз всей хоровой части этого фильма. Давайте приступим уже непосредственно к самому анализу и просмотру выступления Георгия Луценко. Меня зовут Джордж Луценко, я из города Мариуполь, и мне 35. Георгий – это Джордж, просто меня с детства называла и мама Джордж, и бабушка. Музыка всегда звучала в нашем доме на пластинках, на кассетах. Меня в 6 лет отдали в музыкальную школу. И это был первый шаг. Потом я поступил в музучилище на дирижерский хоровой отдел. Попутно в ресторан, корпоратив. А в 22-м году началось СВО. Но я не уехал и не собираюсь. Потому что наконец-то сейчас я чувствую себя там, где мои корни. Потому что дома у меня мама. И есть такие люди среди моих знакомых, которые бросили своих родителей и уехали. Ну, я так не могу. Почему до этого я сюда не ездил? Потому что Мариуполь была украинской территорией. Если бы я приехал сюда, когда бы мне нужно было ехать к маме, возникли бы проблемы. Сейчас я могу совершенно спокойно ездить по всей территории Российской Федерации. Как бы ни сложились слепые прослушивания, я уверена, что каждый из наших участников уже влюбил в себя миллионы зрителей. А когда после эфира наш выпуск появится на Рутюб, уверена, количество поклонников только увеличится. Внимательно слушайте уровень звука исполнения Георгия и уровень тех, кто будет ему аккомпанировать. В этом тоже есть определенная такая техническая подробность. А вот и я вместе с мамой Георгия. Микс. В ноль часов, две вилет, распахнутся вдруг. Я мой разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Я не могу. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди стройных глаз. Это я засмешал, заборочил вас, Казанова. Снова забудет меня. Танец ночного дня. И драйв. Я одинокий бродяга любви Казанова. Вечный любовник и вечный сладей сердце. Снова заблазать и устануя слова и слова. Как и останусь, бродяга, один Казанова. Простите, прерву. Дело в том, что Георгий взял то, что исполнял Валерий Леонтьев. Эта песня называется «Казанова». Важная подробность. Сами исполнители, они не до конца свободны в выборе той песни, которую они будут исполнять. Они должны были представить на суд редакции этого шоу несколько вариантов разных песен. Причем было определенное преобладание русскоязычных в связи с определенными обстоятельствами сейчас происходящих событий. То есть русскоязычные песни были представлены гораздо более широко, чем песни на других языках. Еще одна важная подробность – это то, что для исполнения живым оркестром сами участники должны были представить грамотно сделанные аранжировки. Например, вот эту аранжировку к песне «Казанова», которую исполнял Валерий Леонтьев. Кстати, он, я имею в виду Георгий Луценко, весьма похож на самого Леонтьева. И это замечательное, не случайное совпадение, поскольку как раз и песня подбиралась тоже с этим намерением быть похожим не только, так сказать, в исполнении, но и даже внешне. Вот, Георгий сам сделал обработку для этого произведения в течение двух недель. То есть он сам сел, обработал, сделал аранжировку и представил уже готовые ноты живому оркестру, который стоял позади него. Мы стояли за очень широкой вот такой вот перегородкой из прозрачного оргстекла, и мы практически ничего не слышали. До нас несся только звук ударных. Это было, конечно, еще то зрелище для нас, но Георгий пел очень чисто. И вот сейчас он берет и микстом, он поет. Это очень сложное произведение, которое мало кто берется из вокалистов повторить. Он повторил и, на мой взгляд, превосходно. И то, что, конечно, не видят судьи, но видели зрители и мы, это то, что, выйдя на сцену, Георгий сразу привлек внимание зрительского зала, начал все делать, то, что называется драйвово, в очень хорошей энергетике, с движением. Конечно, этого судьи видеть не могли. Но, как вы видите, они стали очень активно включаться в исполнительский процесс, в сопереживание Георгию. А я одинокий бродяга любви казана. Вечный любовник и вечный сладей сердце. Но за бодяги устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один. Так и останусь бродяга один. Так и останусь бродяга один. Никто не повернулся. Хотя мы, стоя за стеклом, буквально не понимали, почему. Выступал он абсолютно здорово. Пел очень чисто, без всяких плагинов, без всяких технических ухищрений. Однако, если вы заметите, в звучании его голоса, в балансе звучания его голоса и балансе сопровождения, был очень странный такой баланс, где они фактически были сведены к одному уровню силы звучания. И вы сейчас, вот спустя буквально минуту, вы услышите совершенно другое звучание Георгия, который покажет, что на самом деле все могло звучать по-иному. Георгия, 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 Георгия! А кто с вами пришел? А вот там моя группа поддержки. Вот и я. Смотрите, там моя мама. А сейчас на нас собаку спустят, я чувствую. Здравствуйте, мама. И группа поддержки. А вот смотрите, вот это... Вот они уже ругаются. Это Глаша, 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 Глаша переживает больше всех. Господи, Господи, мой собака. Джорджик, дорогой, спасибо вам, вы подарили праздник. Я не повернулся, потому что... Ну, знаю, кто пойдет уже в мою команду, но вы просто вот сделали прямо правильно. Спасибо. Это очень здорово, очень красиво, очень впечатляюще, очень так... Это тот случай, когда все есть, когда вы знаете, как надо управлять настроениями людей. Да, да, да. Вы сделали просто нам настроение, мы плясали. Спасибо вам огромное. Большое спасибо за это классное настроение, за классный выбор песни. У вас правда есть... У нас с вами похожие прически. Да, да, да. Нет, нет, нет. Я тоже обыкновен. Вам растичат. Скажите, вы работаете где-то? Да. Что вы делаете? Я пою, я музыкант, певец, и, собственно говоря, вот здесь, в комнате отдыха, хотел сказать. Отдых. Там стоит мой руководитель музыкальный хора, в котором я пою. Высокопетровский монастырь и регент хора Сергей Николаевич Георгиевский. Он с нами. А вы можете спеть что-нибудь церковное? Я вот тоже в церковном хоре учился. Ты пел в церковном хоре? Да, конечно. О, какая приятно. Мой папа... Можете что-нибудь спеть? Да, конечно. Спойте, пожалуйста. И вот, дорогие друзья, как раз судьи, которые повернулись, не высказали ему ни одной претензии ни по качеству исполнения, ни по качеству звука. Но по какой-то некой удивительной причине они не повернулись к нему во время исполнения. И вот сейчас прослушайте внимательно фрагмент, в который звукорежиссеры таки добавили те необходимые эффекты, которые и должны были бы быть во время исполнения Георгия. Это, на мой взгляд, и почему их не добавили, ну, это вопрос. Величит душа моя Господа. Это другой звук. И возрадовался дух моё, Боже, спаси моем, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без истления Бога Слова рожчую, сущую Богородицу Тя величает. Мы там чуть не плакали от обиды. Спасибо большое. Пусть будет светлым ваш путь. Спасибо. Спасибо, удачи. Жаль, конечно, надо было, конечно, что-то такое петь, потому что это у вас явно... Ну, понимаю, нет, ну, супер. Спасибо. Спасибо. Жаль, нужно было что-то подобное петь. А Георгию такую опцию петь, то, что он хотел, не сильно-то и предложили. Вот, его выбор, к сожалению, был ограничен, и он сделал максимально, что можно было сделать. Вообще, конечно, наши чувства потом были весьма и весьма такие трепетно-скорбные, потому что причину того, что не повернулись, сложно понять. А почему пессимизировали Георгия на уровне звукорежиссуры, ну, наверное, я бы с удовольствием услышал ваше мнение, тем более, что это мнение будет не только моим, что произошла пессимизация. Еще один очень маститый блогер то же самое заметил, мы не сговаривались, это он сделал отдельно. Вот фрагмент из его вердикта. Ну, мне странно показалось, что, во-первых, он намного тише, чем все остальные участники, то есть ему как будто громкость реально не вывели на микс. Что произошло, не знаю, странно очень. Ну, надо, да, если бы это было... Хороший бы другой репертуар выбор. Он не волен в своем репертуаре. Репертуаре на контрапункте, скажем так. Получилась такая клоунская немножко история, а за ней пряталась такое настоящее. Вот потому что нам надо копать, копать. Вот такие бывают перевертыши. Перевертыши. А-а-а! Мои милые горы, ты молодец, ты молодец! Ты молодец! Спасибо. И не верьте, вам скажут, если, что к успеху легка дорога. Много разных на свете песен, а хороших не так уж много. Прекрасный финал, дорогие друзья, но тем не менее. Что хотелось сказать-то? С такой группой поддержки, во-первых, не пропадете. Я была счастлива побывать с вами в одном проекте. Удачи, до встречи. Спасибо. Большой широкой творческой дороге. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы с вами сейчас прослушали целое выступление Георгия Луценко. И он в конце исполнил удивительное произведение. Это болгарский распев пятого гласа «Величит душа моя Господа». И вам досмотревшим я сейчас хочу предоставить буквально через минуту замечательный бонус. Такое же исполнение Георгия живое в храме вместе с моим хором. И он исполняет это замечательно в своей уникальной, только ему присущей манере. Почему же я не сильно верю проекту «Голос» и почему я больше в нем не хотел бы принимать участие? Ну, потому что у меня возникло очень много вопросов. Кстати, о них я говорю достаточно открыто на своем телеграм-канале и рекомендую вам на него подписаться, потому что там я менее ограничен в своих словах, чем на платформе YouTube. Вопросов у меня очень много. Почему те люди, у которых существуют яркие какие-то вокальные дефекты, доходят до фактически финала, даже могут побеждать? И наоборот. Почему замечательные исполнители с прекрасным голосом не выходят дальше слепых прослушиваний? У меня, конечно, есть не только своя теория, но я фактически знаю некую кухню, которая происходит за всем за этим, но позвольте я о ней умолчу, предоставив поле творчества вам в комментариях ответить на эти вопросы. Предвзято или не предвзято жюри? Ангажировано оно или нет? Какие есть причины, чтобы жюри могли поворачиваться к посредственным достаточно исполнителям и не поворачиваться к очень талантливым? Только ли здесь присутствует момент личностного восприятия, или существуют какие-то другие факторы, которые весьма весомо влияют на реакцию жюри? Я предоставляю это поле деятельности и поле ответов вам и жду ваших комментариев. С вами же я прощаюсь, надеюсь, что на недолгий промежуток времени. С вами был автор канала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok